Сегодня утро началось, как всегда, с нежной стене, с Мироном. Настенька мне его принесла и сама пошла готовить завтрак. Да, Мирончик? И еще приходят пацаны. Вот так вот и мы все вместе наслаждаемся нашим маленьким Мироном. Да? Настенька и компотик наварила, и кашу приготовила, и блины напекла. Ну, умница, а! Малыша собрали, и идем гулять. Всем привет, вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. Мы сегодня в полном составе. Смотрите, вся семья в сборе, наша такая прогулка. Едем в центр Краснодара, погуляем по парку, и все вам покажем. Ну, а вы вместе с нами, погнали. Так, собрались, значит, на прогулку. Поедем все вместе, да, покорять Краснодар. Покажем вам один такой классный парк, поэтому не переключайтесь. Сейчас еще продемонстрирую, как собирается эта колясочка и устанавливается в машину. Бери одеялко, чтобы тебе не было. Вот так вот хопс, и получается колесики, да, действительно не касаются. Садись в кресло. Ну, и, конечно, как всегда, Краснодар стоит. Обратная сторона теплого города, который находится рядом, типа, с морем. Вот, он всегда стоит. На самом деле, чтобы куда-то съездить, погулять в Краснодаре, нужно потратить от 40 минут. Причем это буквально вот 5 километров от нашего дома этот парк находится. И ехать будем минут 30-40. Приехали, значит, мы погулять вот сюда, в Екатеринецкий зал. Как лайфхак, здесь такая большая парковка. Мы, собственно, также оставляем автомобиль. И идем вот сюда, вот в такой большой-большой сквер, гулять с детьми. Детки вот так вот на самокатиках, а мы на коляске. Кто не знал, в Краснодаре есть трамваи. Можно добираться куда угодно на трамваи. Правда, они не везде здесь во всем городе ездят. Есть, кстати, вот каршеринг. Мой любимый в уж можно тоже гонять. Большая зона парковки. И вот такой вот сквер с высоченными старинными деревьями. И самое главное, что здесь хороший асфальт, да, вы можете заметить. И очень-очень много тенька. Сегодня здесь немножко погуляем, посмотрим. Я здесь был возле ЗАГСа, когда получал свидетельство о рождении. Выпуск тоже можете посмотреть, но в самом парке мы не гуляли. Мы здесь в первый раз. Настенька, как тебе впечатление первое? Ура, зелень. Ура, зелень. Да, действительно, там, где мы живем, зелени почти нет, только пыль. Поэтому для нас это прям вау. Значит, здесь сразу есть вот такой ресторан Радамама. Ждем вас в гости. Возле него прям вот за вот этой беседкой белое здание проглядывается. Это и есть дворец бракосочетаний. То есть пошел, расписался и сразу в ресторан. Если честно, очень сильно не хватает вот таких вот деревьев. Смотрите, идешь, берем по кайфу. Весененький. У нас сегодня 10 сентября. И на улице 28 градусов. На самом деле для Краснодара это похолодало. Ну, на солнце, ну, сами понимаете, просто жесть. А вот тут красотища. Так, а парк этот называется Чистяковская роща. Ребятки, по минусам этой коляски хочу вам показать. Это то, что, знаете, вот нет, как, например, в люльке вот этих бортов. И нет накидки полноценной. Получается, солнце светит, ветер дует. Мы вот так вот спасаемся, чтобы было, как говорится, хоть что-то, чтобы мог нормально, комфортненько поспать. Очень странный кусок парка. Здесь стоят такие столбики. И немножко бездорожье. Почему-то здесь не положили асфальт, а вот тут он есть. Странно. Почему так? У нас есть три пути развития. Это пойти вот на эту тропинку, пойти вот сюда и пойти вот сюда. Мы выбрали вот эту среднюю, потому что она полностью в теньке. Там солнце и здесь солнце. Но, возможно, чуть позже пройдем и по ним. Пока пойдем в тенек. И вот мы вместе с вами попадаем на липовую аллею. Здесь вот такой вот прикольный указатель, конечно, который расписали. Видите, липовая аллея. Плиточкой все выложено. Не совсем удобно, точнее, комфортно, мне кажется, ребенку гулять на такой коляске, на таких колесиках, потому что это все-таки больше для такого идеального асфальта. Если здесь чуть-чуть прибавить шаг, то, конечно, будет трясучка там конкретная. Гляньте, как шикарно. Есть вот такая вот здесь зона. Смотрите, вкуснолюбов. Здесь можно купить еду вот в таких вот палатках. Тут блины продаются. Здесь еще пару палатков. И прямо здесь и реку сеть. Может быть, мы сейчас это именно и сделаем. Еще вон там вот дальше парк аттракционов детских. Туда тоже дойдем. Посмотрим. Вот тут можно купить, например, шаурмуху, доги, бургеры. А здесь кофе и донаты. Чуть дальше прошли. Здесь есть такие волейбольные площадочки. Здесь, смотрите, большой прокат всяких веломобилей, детских шариков, рыбалок и прочее. А слева вот тут вот есть мемориал Великой Отечественной войне. Памятник. Тут есть даже табличка, что вот сюда уже заезжать на роликах, на самокатах нельзя. Ну, вообще класс в этом парке. То, что здесь есть туалет. Представляете? С виду вроде ничего. Мы туда не пошли. Стоимость у него 20 рублей. Еще посмотрите, здесь есть вот такие вот красивые скворечники. Люди сюда подходят, закидывают еду белкам. Так что будете гулять, возьмите свои какие-нибудь зернышки, орешки. А вот на этом дереве, посмотрите, это даже не скворечник. Это целый птичий коттедж. Смотрите, как он здоровый. Охренеть. Так, хочу вам показать. Смотрите, здесь везде указатели вот такие. Видите, туалет налево, 40 лет победы, книжный рынок, парковка, зиповская администрация. Вот, красиво все так сделано. Столб тоже зеленый. И всякие вот опять палатки, фудкорты. Смотрите, вот такую красоту мы, в общем, купили. Каждому по такому блинному какому-то цезарю. Вот, Настеньке единственное взяли без соуса, потому что Настенька боится соусов. Все-таки грудное вскармливание и так далее. Вот, сейчас будем пробовать. Ну что, мы подкрепились. Слушайте, безумно вкусная штуковина. Как будет здесь, блядь. Прям рекомендуем на Настю. Ну, не только здесь, они вообще много везде присмотрят. Ну, короче, увидите такую кафешку, полопайте. Вам тоже понравится. Пацаны выбрали шоколадное мороженое. Будут окунать в белый шоколад. Интересная штука. Это как? На всех мороженку, да, мы заказали? Вот в эту кастрюлю. Мороженку? Да. Вот такой, шоколадное, в белом шоколаде. А, она сейчас застынет прям? Смерзает, да. Ух ты. Вот это роскошь, Артемушка. Ты ее могла лучше, чем в магазине. До чего техника дошла? А можно мы просто кастрюльку одну купим у вас? Все, к сожалению, да, не продаете. Мама, я говорю, что начинка была белая, а сама мороженая шоколадная. Артем, ты не умничаешь. Уже заказали, что вот это в белом шоколаде вкусно. Прям так быстро засохло. Свежак, прикинь? Прям свежак. Вкусно? Это как раз чистая линия. Быстрее ешь и скажи, нам не понравилось. Слушай, помой меня, пожалуйста. И тебе сейчас будут смотреть, смотрите. Родион, вот тебе делают, смотри, наблюдай. Чистую линию тебе делают, прикинь? Ты же любишь чистая линия, чистая линия. Да, по рекламе. Что, Тём, понравилось? Да. Да? Белина, зачем ты сказала? О, застыло. Слушай, прикольно застывает. Угу, новинка, ребята, вот, типа, это. Хотите попробовать, мам? Спирал у нас, Вань. Держи только крепко, слышишь меня? Понял? Давай, Родион, принимай. Крепко, чтоб не упало. Оно очень тяжёлое. Во. Всё. Приятно, да? Пацаны, вы рассчитываетесь сами. Так, пацаны, ваше мнение о мороженом. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Антиболива окунули, оно так быстро засохло. Да? Понравилось? Да, пять секунд. Угу. А тебе, женщина-мать? Я тоже хочу. А нет? Так, и вот мы, значит, с вами попадаем в такую детскую, пожалуй, часть, где есть верёвочный парк, достаточно такой большой, но, ну, как бы так себе, видели, как говорится, лучше. Вот можно взять автобус, видимо, покататься. На автобусе есть ещё одно кофе, и там дальше есть фонтан. Сейчас до него дойдём, посмотрим, что есть там. Так, а эта аллея называется Здорового Будущего. Так, что-то здесь надувают. Шумно, очень шумно стало. Так, ну что, вот и фонтан. Здесь, в общем, много всяких фудкортов, да? И есть такая очень интересная локация, смотрите, вот такой вот зелёненький рояльчик, можно сделать классные фотографии. И есть сцена, видимо, здесь проходят какие-то мероприятия. Смотрите, возле этого рояля есть ещё одна локация с гитарой. Логотип, первое радио. Блин, прикольно вообще, слушайте. Мне парк нравится. Классно здесь погулять. Ещё здесь есть вот такие вот аттракционы. Старенькие, не покрашенные, но почему-то они все вообще не функционируют. Странно. Может быть, то, что сегодня не выходной, но вот всё вот в таком вот состоянии. Лодка пиратская, качельки и машинки. Дальше я, кстати, вижу, что-то крутится, видите, вдалеке. Сейчас зайдём, посмотрим, что там крутится. Хочу вам показать. Такой кафе, оно не работает, но идея, гляньте, какая классная. Вот такие вот проволоки, туда камни. Это типа сиденья, а это типа столики. Посмотрите, как смотрится интересно. Я такого не видел вообще первый раз прям. Вот кресло, видите, кресло есть, такие камни. Да, прикольно, молодцы. Ну, действительно, мы-то все поели. Мелкого тоже подняли. Пусть тоже поест. Смотрите, здесь есть вот такой вот хуторок. Прикольно выглядит, забор такой классненький. И также здесь есть вот такой вот мост. Вот мост, видимо, мост молодожёнов, мост влюблённых. Да, всё такое, конечно, чуть в стареньком состоянии. Я так подозреваю, что здесь когда-то был фонтан, которого сейчас, к сожалению, нету. Аттракциончики, кстати, какие-то сейчас работали. Вот этот, по-моему, работал. Видимо, просто сотрудников пока мало. На выходных думаю, что всё будет норм. Ну да, вот, видите-ка, хоп, и вот такая здесь вода. Вот так вот. Да, ещё здесь можно вот так вот заложить свадебную плитку. Вот, видите, семья получается. Шикс, шикс. А потом, короче, развёлся. И приходишь сюда, ковыряешь эту штуку, отковыриваешь. Родёнчик предложил нам, короче, зарубу с пацанами. Они на самокатах, а я на своих двух самокатах будем разгоняться и бежать, кто первее. Давай, вставай с нами, Артём. Готов? Да. Для чего? Точно? Да. Готовы? Стой, стой. По старту, стойте. Готовы? Да. Раз, два, три. Погнали. Стоп, 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 стоп. Стоп, смотри, здесь какая дорога, ты сейчас не вернёшься. Ты что? В общем, поздравляем победителей в комментарии. Ну, мы видели, да, мы доехали, дальше начинается вот такой вот асфальт непонятный. Причём, новый слой здесь вот такой старый. Блин, парк просто классный. Но вот эти вот какие-то мельчайшие такие недоработки, они заставляют Настеньку идти по газону. Здесь, видите, даже такая тропинка уже проезжена, протоптана, что люди ходят именно так. Вот там вот главный вход. Это вот постоянная краснодарская пробка. Отсюда мы с вами начали, помните, эти столбики? И вот здесь вот стоит такой классный камень. Вон, Родион уже свою мини-руку прицеливает. Камень под рук. Отойди-ка, Родион. Вот, почитайте, поставьте на паузу. Классная табличка. Ну что, сейчас откройся, не мешай. Папка, читай, пожалуйста. Сделай шаг навстречу, протяни руку дружбы и мир озарить теплым светом. Вот это действительно так. А надо только руку положить. И вот такой вот денек у нас с вами получился. Пишите, как вам, пишите, как вам парк. Ну и, конечно же, можете оставить комментарий по поводу тех недочетов, которые я указал, на которые я обращал внимание. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Пока.